Приветствую, мои дорогие друзья, меня зовут Митчелл, и это небольшой мануал по запуску вагона 81718719, созданный на базе номерного, но стерриторно-импульсным пуском, и данный подвижной состав эксплуатируется в метрополитене города Харькова. Так, ладно, первое, что мы делаем, опять так же спавним подвижной состав, состояние поезда депо. Так же происходит автоматическая сцепка состава, идем внизу, включаем все главные выключатели, ой-ой-ой. Дальше производим включение аккумуляторной батареи с помощью этого пакетника, соответственно, включился у нас аварийное освещение. На промежуточном вагоне аккумуляторная батарея включается так же, как и на обычном номерном, контролируем включение по амперметру, вольтметру. Дальше запуск так же делаем в хвостовой кабине и производим запуск, как и у обычного номерного. Включаем все автоматические выключатели на панели поездной защиты. Дальше включаем освещение кабины, освещение салона трогать не будем, потому что оно так же может вырубиться по принципу обычного номерного. Оставим включение радиовещания и экстренная связь. Дальше, 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 дальше. Производим установку маршрута, то есть увеличиваем цифру на данном блоке, то есть тыкаем лево кроком мыши и можем вставить любой маршрут. То есть пускай будет 50-й. Сзади ставим трафарет любой станции назначения, какой вам угодно, куда вы поедете. Контролируем включение красных фар. Дальше производим мод постоянночного тормоза. Так, вот он в положении откал. И здесь есть еще один небольшой маленький ништячок. Здесь есть еще охранная сигнализация кабины. Для ее активации необходимо поднять тумблер вверх и загорается вот этот, ну а салатовый пускай будет индикатор. В случае несанкционированного проникновения в кабину управления, работает сигнализация, загорается красный индикатор. Для того, чтобы это пищание превратилось, необходимо тумблер опустить вниз, потом поднять вверх. В общем, короче, у школьников теперь не получится в задней кабине посигналить в тифон. И так дальше покидаем заднюю кабину. И так же у промежуточного вагона с головы производим отпуск стояночного тормоза. Здесь тоже необходимо быть очень внимательным. В таком положении он находится в заторможенном состоянии. Нажимаем на него, и он становится параллельно экрану напорной магистрали. Вот так стояночный тормоз отпущен. Далее приходим уже в головную кабину управления. Производим включение всех автоматических выключателей на панели поездной защиты. Дальше отсюда уже включаем освещение салона, освещение в кабину. Можно вентиляцию для своего комфорта. Включаем радиовещание и экстренная связь пассажир-машинист, чтобы пассажиры смогли с вами связаться. И так же производим запуск слева направо. Можно сразу же выставить трафарет, как он там, 50 маршрут выставили. Дальше клавиши Shift 0 просто вставляем в реверсивку. На Voodie делаем закрытие дверей. Выбор дверей у нас, соответственно, левый выбран. Дальше включаем RIS, 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 RIS. Включаем компрессор, включаем свет ближний-дальний, грубо говоря, подсветочку приборов. Здесь также у нас работает охранная сигнализация. Вот, все у нас бдится. Дальше переводим реверс вперед. И происходит также стандартный запуск. То есть, запчитель экрана или экран на ПВ делаем. Мы нажимаем клавишу бдительность. Все, машина встала на удержание. И, соответственно, полнослужебное торможение, потому что мы находимся на некодируемых путях. Далее. Нажимаем клавишу BVA. Это мы с нами восстанавливаем, как вы видите, защиту. Зеленые лампчики, реле перегрузки погасли. Ну, это номер реле перегрузки здесь BVA. Ну, и дальше выставляем наш с вами информатор. Я делаю все это проще. Клавиша shift и стрелочками. Ищу его. Тот самый блок. И здесь мы уже вводим. Выбираем здесь уже line. Какую линию, какую станцию. Дальше выбираем нужный нам маршрут. Станция назначения First Station. Пускай будет международная. А здесь для примера нужно будет октябрьская. Все, в принципе, наш информатор готов к работе. Больше делать ничего не нужно. Далее. Производим отпуск стоянного тормоза. Дальше, как обычно, реверс вперед. Открываем краны ПВ. Разобщительный кран. Водительность. Подтверждаемся. Нажимаем пробелом педаль. И трогаемся. В общем, ничего сложного. Доедем до прямого участка пути. Становимся. В общем, ничего сложного. Надеюсь, данное видео поможет всем тем игрокам, у которых возникла проблема с запуском данного типа подвижного состава. Всем удачи и подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok.